Распространение литературы. Это была очень удивительная история. Я стояла, приехала как раз в Вишнупад Харикеш с вами. Мы взяли книги в этом, ну, Бебетином выдала книги на распространение. Я пошла, стала около ВДНХ распространять литературу. А перед этим я распространяла литературу тоже на фестивале. И одну книгу я дешевле продала. И Рупанога меня очень сильно отругал. В Пурномасе какое ты имеешь право дешевле продавать книги? Я старикам продала дешевле книгу. Ты понимаешь, что это книги не твои, книги принадлежат Кришне. Поэтому ты должна столько, сколько стоит книга по такой цене ее продавать. И вот стою я с этими книгами, распространяю литературу. Подходит женщина с маленьким, ну, мальчику лет 8, не больше. Так простенько одетая, она такая простая юпочка, кофточка простенькая, ну, явно небогатые люди. И он такой плотный, крупненький мальчик. И он отбегает ко мне и хватает источник вечного наслаждения и вот так вот к себе прижимает. И держит ее. Мама спрашивает, а что это за книга? Это книга о верховной личности Бога, о том, кто мы, зачем живем. А, ну тогда пусть посмотрит. А он стоит и рассматривает источник вечного наслаждения. А она в это время рассказывает, вы знаете, я никому не рассказывала, у меня ребенок необычный. Он, ну, по утрам исчезает. Вернее, говорит, даже ночью исчезает. Вот я, говорит, сижу около его кроватки, никуда не отхожу, раз его не стало в кроватке, а утром появляется, как ни в чем не бывало. Спрашивает, сынок, ты где был? Мама, я был у четырехголового Бога. Сынок, ты чего, такого Бога не существует, я ему говорю. Нет, мама, существует, я у него был. То он у тысячеголового Бога был, то еще где-то был. Такие, говорит, вещи мне ужасные рассказывают. Если бы я кому поведала, его бы сразу в психушку забрали. Я чувствую, что я вам могу рассказать, поэтому я вам рассказываю. И в этот момент мальчик-то открывает книгу «Источник вечного наслаждения». Там, где Господь Кришна заходит в Пазме Акхасуру. Да, да, помните Акхасуру, да? Вот, когда он заходит в Пазме Акхасуру. И он подбегает, подходит к маме и говорит, мама, смотри, мамочка, я здесь был. Она говорит, сынок, ты чего такое говоришь? Ну да, мама, я тебе честно говорю, я здесь был. Где ты был? Вот здесь. Мама, мы играли вот с этим голубым мальчиком. Мы так здорово играли с ним. А потом мы увидели пещеру. И мы решили посмотреть, что там в пещере. А он, говорит, не стал заходить. Он стоял долго около пещеры. А мы, говорит, все туда пошли. Мы думали, что это пещера. И когда мы зашли, то мальчик этот зашел за нами. И тут, говорит, так ознался змей. Он захлопнул пасть. Мама, как было там страшно. Там, говорит, так воняло. Там такой смурат. Там, говорит, дышать нечего. Мы начали все плакать, все кричать. А этот мальчик, он начал светиться. И начал расти. И он рос, рос, рос. И раз, и этот змей взорвался. И вот, мамочка, я здесь, видишь? Она говорит, сыночек, да что ж ты такое рассказываешь? Мама, ну я тебе правду рассказываю. Мамочка, родная, купи мне, пожалуйста, эту книгу. А мне в сердце кричит. Подари мальчику эту книгу. Ты что, сумасшедшая? Ты видишь, кто перед тобой? Подари ему книгу. А мозг говорит, ты забыла, как тебя ругал за то, что ты на 5 рублей дешевле продала эту книгу. Ты понимаешь, что он тебе такое устроит, что не знаю. А сердце опять кричит, да подари же ты эту книгу, ему немедленно подари. А я опять, мозг говорит, нельзя дарить. Ни в коем случае, книги не твои. Они принадлежат, это самое, обществу. Ты не имеешь права. И я говорю, пожалуйста, запишите адрес храма. И приходите, возьмите эту книгу, когда будет у вас день. Я прихожу, рассказываю рупа ноги эту историю. И он так завороженно сидит и смотрит на меня. Говорит, ты подарила ему эту книгу? Я говорю, нет. Боже, какая дура у меня жена! Я никогда не ожидал, что у меня дура жена. Ты понимаешь, с кем ты встретилась? Ты встретилась с пастушком Кришны. И ты не подарила ему книгу. Что ж ты сделала? Я никогда не думала, что такая дура у меня жена. Вот такая история была.